У микрофона Макар Марковкин, Леща Пан Сундуков, здрасте. У вертолёту Лопостя, а у нас последние новостя. Российские новостя. Выступая в Госдуме, в ходе отчёта Дмитрия Медведева о работе правительства, лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал российские власти обратить внимание на ключевые проблемы в стране. Я так понимаю, Медведев с темами в своём отчёте вообще не угадал? Зюганов отметил, цитирую, про коррупцию у нас даже кошки знают. Но это ж хорошо. Может, хоть домашние животные её как-то остановят, раз правительство не в состоянии. При этом Зюганов привёл в пример ситуацию в Бразилии, где президенту Дилме Русев грозит импичмент. Это он на чё намекает? Ну, на свою осведомлённость о событиях в мире. Ближние зарубежные новости. Президент Украины Пётр Порошенко в ходе заседания Национального совета реформ констатировал завершение парламентско-правительственного кризиса в стране. Отлично! А он не уточнил, в какой именно стране? А то, мало ли, они ж там любят непонятно выражать свои мысли. Ты давай-ка лавры у Кличко не отбирай. Украинский лидер назвал нового правительства профессиональным и политически ответственным. Я не понял. Там же только глава правительства сменился. Остальные же те же. Вот как тебе не стыдно? Человек полночи учил, готовился, а ты своими резонными вопросами всю красоту ломашь. Ха-ха-ха. В общем, самый главный кризис Украины пройден. Осталось решить незначительные проблемы. Кризис в экономике, упадок производства, проблема повальной коррупции и вопросы внешней политики. Ха-ха-ха. В Верховной Раде музыка играет, Сменили человека одного. И вся страна отлично понимает, Что не изменит это ничего. Ну вот и все. Что будет дальше? Потом расскажут новости. ПОДПИШИСЬ!